Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei, 43-й урок. В системе Joomla не хватает такого функционала, чтобы мы могли сделать предпросмотр статьи, как он должен выглядеть уже на сайте. И в этом уроке я хочу вам показать специальный плагин, который позволяет делать предпросмотр статей. Когда мы его установим, у нас есть возможность разместить кнопку вот здесь внизу. Вот она, видите, кнопка «Просмотр». И можем разместить кнопку вот здесь в редакторе, наверху, или и там, и там. И вот смотрите, например, мы делали статью и хотим посмотреть. Кликаем на кнопку, у нас подгружается такое окно, где мы можем видеть наш сайт и как будет выглядеть статья уже на сайте. Это очень удобная вещь. Давайте установим данный плагин. Данный плагин вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет под этим видео. Когда вы плагин скачали, выбирайте плагин с компьютера. И загружаем, как обычно. Плагин успешно установился. Давайте перейдем в менеджер плагинов. Там небольшие настроечки. Посмотрим. Кликаем по ID. Еще раз кликаем, чтобы отсортировать. И у нас появился плагин наверху. Вот он называется System Number Better Preview. И от него есть еще вот здесь, видите, кнопочка. Сам плагин и кнопочка. Вот заходим в верхний System. Переходим на третью вкладку. Здесь, в принципе, уже все стоит как надо. То есть здесь особо вам вникать в настройки не нужно. Переходим вот на четвертую вкладку. И вот здесь вот есть небольшой нюанс. Смотрите, отображать кнопку редактора. Отображать кнопку наверху над редактором. Здесь просто такой перевод. Отображать кнопку на панели управления. Это кнопка внизу под редактором. То есть, смотрите, они у нас включены, значит и там, и там. Если вам это нравится, оставляем и там, и там. Я, например, оставлю только наверху. Внизу уберу. И текст на кнопке. Мы с вами уже подобное что-то сделали в аналогичных плагинах. Здесь вы пишете текст, какой вы хотите, чтобы был на кнопке. Я напишу просто просмотр. Иконка также на кнопке в виде лупы, в виде глаза. То есть, какая вам нравится. Есть еще дополнительные параметры. Но он здесь тоже особо вникать ни во что не нужно. У нас уже будет все работать. Нажимаем сохранить и закрыть. И давайте перейдем в какую-нибудь статью. В любую уже у вас созданную. И посмотрим. Так, наверху у нас кнопки нет. Она у нас вот здесь появилась. Видите, просмотр. Ну, давайте посмотрим, как работает. Кликаем просмотр. И у нас с вами все работает. Мы видим, как выглядит статья. Также вот здесь вот у нас появляются вот такие ссылки при наведении. Вот видите, у нас раньше их не было. Вот здесь, когда в угол наводим, это у нас на полную статью, на категорию, где находится данная статья и на главную. То есть, вы можете быстро кликнуть, чтобы перейти сразу в эту статью. Конечно же, если она у вас уже опубликована, вы ее вот так увидите. То есть, быстрые переходы. Тоже очень удобно. Давайте попробуем кнопку вывести наверх. Здесь я закрываюсь. Менеджер плагинов. Захожу в плагин. И если мы хотим кнопку, чтобы предпросмотр появился наверху над редактором, то вот здесь вот вы ставите, да, отображать кнопку на панели управления. Отображать кнопку редактора ставим нет. То есть, я тут немножко напутал. Вот эта кнопка, это нижняя. Сохраняем, закрываем. Менеджер материалов. Заходим в материал. И вот видите, синяя кнопка, здесь появилась просмотр. То есть, то же самое. А снизу кнопка исчезла. То есть, мне внизу ее не нужно, я ее убрал. Вот такой вот полезный плагин. На этом я заканчиваю данный видеоурок. И увидимся в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном. Тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал. И собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова